всем привет 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 а у нас сегодня рецепт рецепт вкусного чилийского блюда которое называется запеканка картофельная запеканка пастель de patata в общем на что нам нужно для этого дела для этого блюда нам понадобится картошка пюре вот такое жареное мясо фарш у меня свинина и говядина и лучок дальше вот такие вот вареные яйца я режу пополам маслинки вот такие синенькие у меня без косточки изюм вот такой ну и один секретный ингредиент который я вам покажу потом в общем я покажу вам как она делается я не буду вам показывать как я варила картошку как я делала из нее пюре потому что вы все это знаете вы делаете очень вкусное пюре которое вам вкусно кушать без ничего просто вкусное пюре жарите мясо ну смысле фарш так как вам так как вам нужно так как вам нравится сейчас его поделю условно на четыре части и буду закидывать в каждую в каждую такую тарелку вот часть на фарша так ну вот у меня как по четыре ложки только у меня были поменьше ложки картошки ушло так у меня понимаю как по четыре ложки уйдет и фарша в каждую даже по три по четыре будет много мне некуда будет класть и немножко фарша останется я чуть-чуть добавила водички в конце жарки потому что мне показалось ну знаете говядина он такой суховатый здесь как бы он смешанный но свинина говядина такое ощущение говядины больше сейчас я распределю мне же сюда нужно много ингредиентов положить поэтому сейчас я посмотрю может быть добавлю куда-нибудь а может быть и нет добавлю конечно по чуть-чуть так я делаю таких вот на формочках сегодня потому что они у меня стоят я их купила именно для этого а пользоваться не пользуюсь время делаю в большой такой стеклянной форме а сегодня решила будет у меня такая небольшая форма ну четыре потому что я не буду все сразу делать я 2 оставлю в холодильнике на воскресенье а сегодня у нас пятница а 2 сделаю сегодня вот я разложила фарш это базу что мы делаем дальше я это делаю вот так вот раз-два даже вот так буду класть три-четыре вот по два яйца на одну вот такую форму то есть здесь как бы две порции получается сейчас я их раз фасурю я сварила 8 яиц но повернула неправильно самое долгое в этом это чистить и варить картошку и делать из него пюре а все остальное это очень быстро дальше мы берем маслины и вот так вот хаотическом порядке главное чтобы они на яйца не попадали мы их вот так вот раскидываем где-то проталкиваем где-то оставляем я маслины люблю люблю много очень люблю сочетание маслинок с яйцами из фаршем очень вкусно с маском следующая порция если у меня банка маслин обычная небольшая ну не совсем маленькая вот обычная сколько там 600 грамм что ли вместе жидкостью без жидкости их там чуть меньше все у меня ушла полная баночка маслин на это на это дело куда куда еще добавить ладно сюда так следующее что мы делаем это вот так мы делаем поступаем все это дело изюмкой без фанатизма конечно хотя может быть кому-то нравится мне тоже например очень нравится так все посыпали я уже этот изюм сейчас добью не оставлять у нас остался от вчерашних пирожков мы вчера пирожки мой муж делал сегодня я решила сделать картофельную запеканку он говорит фарш такой же может быть сделаем еще там вчера 5 пирожков сделал ну ладно не 5 15 но они были маленькие мы их очень быстро съели так все дальше чем мы занимаемся мы накрываем вторым слоем картошки сверху ну вот я беру сейчас пока поразложила по две ложки сейчас наверное еще по одну же картошку меня не оставалось все равно этих мало я большую часть использовала на дно этой запеканки на нижний слой на вот а сейчас добавлю же выгляду всю остальную картошечку знаете как я картошечку делаю я ее варю потом снимаю сливаю воду полностью заливаю молоко где-то грубо говоря на три четверти заливаю воду в кастрюле молоко в кастрюлю довожу до кипения кажется что его много но нет его там как раз в норму выключаю когда она закипела и начинают толочь она сначала такой жидко кажется у нас ничего не получится но все прекрасно получается она получается видите какой консистенции классный вот а потом я туда добавляю чуть-чуть молотого чесночка пробую на соль потому что мы доливали молоко если она на соль хороша добавляю одно пока она еще горячая добавляю чуть-чуть масла буквально совсем чуть-чуть вот на такую большую кастрюлю а кастрюля у меня здесь 4 литра но на одну не полная конечно было но довольно таким заполнена картошкой я добавила наверное грамм может 70 массу и вот пока она это все нужно делать быстро пока она горячая при горячая в нее нужно добавить одну яйцо сырое и после этого она становится знаете такое ощущение что я в нее добавила две пачки масла такая вот видите вкус специфический очень вкусный это очень вкусно это очень при очень вкусно все наша запеканка практически готова нам осталось ее поставить в духовку если вы делали это из горячих продуктов ну вот как я да у меня ну ну еще теплая все ее нужно там грубо говоря за стабилизировать и добавить еще один секретный ингредиент вот а ту картошку который тоже это же можно сделать со вчерашнего пюре которая осталась от ужина или от обеда не обязательно варите только нужно подогреть чтобы она была более пластичная еще возьму немножко а то у меня тут какие-то куски по оставались не замазанные картошкой а тут еще картошки осталось на стенках этой как ее силиконовой вот этой вот этим шпателем силиконовым очень удобно ее оттуда подбирать да и на чем я остановилась в общем делать можно из вчерашней картошки вот и буквально поставить ее в духовку грубо говоря только нагреть все сейчас мы возьмем секретный ингредиент продолжим а вот и наш секретный ингредиент это сахар в общем я посыпаю картошку сахаром и посыпаю ее так знаете густенько довольно таки я не могу сказать что много хотя я люблю много мне вкусно когда много а вот ну в общем в разумных в разумных пределах я потом покажу вам как это а ну да он же все он же картошка же влажная и он сразу сразу растворяется немножко хотя не знаю пустой ладно посыпать ничего страшного обычно это нужно перед самой духовкой посыпать я думаю конечно растворится в холодильнике ну ничего я завтра немножко завтра послезавтра буду буду делать буду ее делать добавлю немножко сахара значит что происходит с сахаром сахар там карамелизуется и знаете берется такой коричневой корочкой боже мой это так вкусно знаете вот как на крема пастелера или как это как это или крема каталана знаете там где сверху специальной специальной горелочкой вот так вот за запекается запаливается закарамелизируется сахар это очень вкусно она такая плотненькая карамельная вы видели ушла полностью вся вот эта штуковина здесь у меня сейчас я вам скажу здесь полстакана вот почти полстакана сахара у меня сюда ушло и сейчас я все это поставлю в холодную в духовочку в духовочке она ну буквально 15 минут постоит чтобы все при румянилась зарумянилась зарумянилась подогрелась если вы вытягиваете из холодильника то хотя бы за час до того как вы будете ставить в духовку ее нужно вытащить чтобы она там долго не стояла в общем в общем сейчас будем смотреть результаты что у меня из этого получилось ну и вот такая красота у нас сегодня получилось на ужин вот я всегда смеюсь это порция вот это вот это как бы для двух человек ну 1 это как бы порция для лошади по аналогии знаете есть такая штучка для отмерения для того чтобы спагетти отмерять там ребенок женщина мужчина и лошадь ну так вот это у нас лошадиная порция ну все мы ужинать вам всем приятного аппетита надеюсь я вас заинтересовала таким интересным блюдом и вы в конце концов себе все-таки приготовите и узнаете попробуйте насколько это вкусно все всем пока 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 пока